Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Петрова Елена, я бренд-менеджер бренда Жерменда Капучини в России. Мы продолжаем серию наших антикризисных вебинаров. Хочу напомнить, что это уже пятый вебинар нашей серии. Всех приглашаем просмотреть все предыдущие вебинары, они есть в записи. Пожалуйста, обращайтесь, мы вам пришлем ссылки. Сегодня тема нашего вебинара это секреты успешного контента. И проведет этот вебинар партнер бренда Жерменда Капучини, эксперт по диджитал-маркетингу и интернет-коммуникациям Анна Ипатова. Хочу опять-таки напомнить, что в апреле у нас был уже вебинар с Анной, очень интересный, с большим откликом и очень большим количеством посетителей. Мы рассказывали, как же мы должны строить коммуникацию во время карантина, когда все салоны красоты, клиники закрыты, но как нам не потерять эту клиентскую базу, как ее сохранить. Я надавала очень простые и очень действенные советы, я приглашаю вас пересмотреть этот вебинар еще раз, для того, чтобы понимать, как же мы эту коммуникацию должны строить, собственно, и даже в посткризисное время. Кроме этого, мы провели два вебинара по продажам. Приглашали мы спикера, руководителя школы продаж Ирину Шашину, тоже готова вам предоставить ссылки на эти вебинары. Мы рассказывали о том, каким образом сделать аудит своего бизнеса, аудит своей клиентской базы, каким образом мы должны, даже в то время, когда мы вроде как не имеем возможности контактировать с своими клиентами, все-таки оставаться в коммуникации с клиентами. Как мы должны перенастроить свой бизнес к моменту выхода. Второй вебинар серии мы уже рассказывали, как построить правильную продающую презентацию. Ага, Саша, спасибо большое, ссылка. Но опять-таки хочу сказать, что вы пишите, мы вам пришлем все ссылки на все вебинары. В июне мы продолжим серию антикризисных вебинаров. У нас будет вебинар с Ириной Шашиной. Дальше будем рассказывать, как работать с возражениями. Это тоже очень важно. Для чего же мы это все делаем? Для того, чтобы когда все-таки откроются двери наших салонов, клиник, мы с вами были максимально готовы к продажам. А продаем же мы не только с вами домашние продукты. Мы продаем услуги, и это очень важно для бизнеса, каким образом наладить продажи услуг. Как мы должны коммуницировать правильно с разным типом клиентов. Что мы должны предложить. И, конечно, онлайн-продвижение – это очень важно, потому что где же этих клиентов взять? Каким образом мы должны получить эту базу? Поэтому сегодня очень важный вебинар. Прошу вас обязательно слушать и задавать вопросы. Это для спикеров очень важно. Хочу напомнить также, что на прошлой неделе у нас был вебинар по мерчендайзингу. В ассортименте Жермен де Капучини большое количество материала для того, чтобы представить правильно бренд. И на стойке администратора правильно оформить витрину, правильно оформить стилаж, правильно оформить кабинет косметолога. Поэтому я рекомендую обязательно прослушать и этот вебинар. Вы будете во всеоружии для того, чтобы встретить первых своих клиентов после кризиса. Итак, я передаю слово Анне. Большое спасибо, друзья мои. Надеюсь, что вы будете задавать вопросы. Это очень важно. Анна, Анна. Доброе утро, Глент. Спасибо за представление. Спасибо за такие, как сказать, приятные на самом деле слова. Добрый день, друзья. Подтверзите, пожалуйста, поставьте плюсики что-нибудь, что меня слышно, видно, что все в порядке. Вот я вижу, что администратор нам сообщает, что все в порядке. Ну, хотелось бы, чтобы слушатели тоже уже как-то сообщили, что у них тоже все хорошо. Они меня слышат, видят и, в принципе, готовы. Так, супер, плюсики пошли. Давайте будем начинать. Прежде всего, хотелось бы, конечно, представиться, познакомиться. Если вдруг вы не были на моих предыдущих вебинарах для жерментиков учений, можете вот на этом слайде обо мне немножечко подробнее узнать. Но в целом можете зайти в любой поисковик, набрать «Анна Ипатова» и, в принципе, где-то в первых строчках будет как раз мой сайт «annaipatov.ru» и вы там сможете про меня получше узнать, почитать, поинтересоваться какими-то, возможно, вещами подробнее. Я занимаюсь диджитал-маркетингом, занимаюсь интернет-коммуникациями, помогаю организациям это все внедрять, внедрять комплексы, внедрять отдельные услуги, улучшать свои коммуникации онлайновые с аудиторией. И сегодня мы с вами поговорим про контент. Контент как таковой – это вообще все. На самом деле все, любое видео, любое аудио, любые тексты для ваших сайтов, любые фотографии, все, что вы делаете, это фактически является контентом. Конечно, нам не всегда удобно в таком ключе мыслить, потому что для нас, если мы не занимаемся этим профессионально, в отличие от журналистов или пиарщиков, нам кажется, ну что, мы виносик сняли, запустили его в социальную сеть, ну что это такое? Ну это какая-то просто проходная вещь. На самом деле любой кусочек информации является контентом. И когда мы говорим про взаимодействие с нашей аудиторией, у нас получается 3К, 3 основных столпа, так сказать, да, 3 основных опорных элемента, на которые мы всегда ориентируемся для того, чтобы наш контент, скажем так, модное слово, заходил. То есть прежде всего мы обращаем всегда внимание на контекст. Контекст – это та часть, как бы скрытая от нашего с вами взора, это то, что у нас уже было с нашим клиентом потенциальным, с нашей аудиторией, были ли у нас какие-то взаимодействия, либо этот клиент к нам только первый раз присоединился, увидел нашу рекламу, или увидел где-то у себя в ленте пост, или зашел к нам на сайт, или вообще в поисковой системе просто увидел нас в выдаче. То есть вот это все – это контекст наших взаимодействий. И здесь для нас, естественно, важны наши потребители, наши клиенты, вообще наша аудитория. То есть кто это, какие сегменты аудитории мы охватили, до кого мы вообще смогли дотянуться тем или иным инструментом. Потому что понятно, что вся аудитория, она разная. Все эти люди мы делим на определенные сегменты. Есть сегменты, которые, например, приходят к нам из соцсети, а есть сегменты, которые приходят к нам из поисковиков. А есть сегменты, которые вообще про нас узнают через видео, может быть, на YouTube, а может быть, где-то еще. А кто-то вообще узнает про нас на мероприятиях или откуда-то из СМИ. И понятно, что вот этот контекст взаимодействия влияет на все наши коммуникации дальнейшие. Мы, в любом случае, говоря про контекст, должны понимать, что мы нашу аудиторию должны изучить, должны понять, какие воли у них есть, какие желания, какие вопросы, какие интересы, какие цели, каким образом они, в принципе, взаимодействуют с нашим продуктом. Зачем они с ним взаимодействуют, что они хотят получить, какую свою потребность решить. Потому что, знаете, наверное, это высказывание, человек не покупает дрель, он покупает дыр в стене. Точно так же можно сказать про любой продукт. Человек покупает не конкретный ваш продукт, не конкретную вашу услугу, человек покупает решение своей проблемы. И когда мы говорим про контекст, мы всегда опираемся на то, что у человека уже есть какой-то опыт существования с этой проблемой. Возможно, он уже пытался ее решить с кем-то из ваших конкурентов. Возможно, он какими-то другими способами, не вашим продуктом пытается ее решить. И, возможно, у него что-то получается, что-то не получается. Вот это все входит в понятие контекста. Об этом мы, на самом деле, лучше говорили, гораздо лучше на предыдущем вебинаре, который очень советую пересмотреть, потому что в нем действительно много полезных вещей, на которых мы не будем останавливаться сейчас. То есть мы говорим про контекст в плане понимания нашей аудитории, на которой мы работаем. То есть если мы аудиторию не понимаем, все, что мы делаем, мы делаем по большому счету для себя, мы делаем для проверки каких-то, собственно, гипотез. И наши гипотезы, скажем так, далеко не всегда оказываются правильными, поэтому без оценки входящего сигнала, без оценки того, что мы, собственно, получаем какие-то, вовлеченность нашей аудитории, например, те же лайки, репосты, комментарии, отзывы. То есть если мы это все не изучаем, не оцениваем, естественно, мы не понимаем контекст, в котором мы работаем. Второй элемент – это, собственно, контент. Это вот как раз все те виды информации, которые мы производим. И, конечно, чем более релевантен наш контент по требностям, запросам нашего, скажем так, нашей аудитории, нашего читателя, нашего слушателя, тем, естественно, мы лучше будем ему подходить, мы будем ему более интересны, и тем большим вниманием он нам отплатит. Он, в смысле, наш пользователь, читатель, слушатель. Здесь хотелось бы остановиться на том, что если мы говорим про релевантность контента по требностям, необходимо, разумеется, эти потребности понимать. То есть, опять же, у всего это многие растут из контекста. То есть мы изучаем аудиторию, и под эту аудиторию готовим контент. Ну и, наконец, мы переходим к вопросу копирайтинга, потому что понятно, что если мы останавливаемся на конкретных каких-то элементах, то в копирайтинге нас уже интересует, собственно, процесс. То есть у нас есть тема контента, у нас есть формат контента, и практически все, когда мы говорим про копирайтинг, оно упирается в тексты, потому что даже если вы хотите снять видео, если вы его хотите снять качественно, вы все равно пишете какой-то небольшой сценарий, вы все равно что-то фиксируете, вы все равно отмечаете для себя какие-то вещи. Это тоже, по большому счету, текстовая версия. Многие даже, когда делают пактасты, когда пишут интервью, все равно набрасывают себе тексты, набрасывают вопросы-ответы. То есть по большому счету мы все равно ориентируемся на то, что что-то мы производим именно в текстовом формате. Ну и, конечно, основное взаимодействие все равно идет через текст. Несмотря на то, что видео привлекают очень много сейчас внимания, гораздо больше, чем текстовые сообщения, чем текстовые посты, все равно от текстов нам никуда не деться. У нас остаются посадочные страницы, у нас остаются сайты, блоги, те же самые посты в соцсетях, которые далеко не всегда удобно со звуком смотреть. Поэтому без текстов нам, в общем-то, никуда. То есть мы опираемся на третий столб, на хороший копирайтинг. И если мы говорим про контент, мы всегда нашим первым шагом, первым этапом мы прорабатываем цель. Каждый ваш контент, каждый ваш пост, каждый ваш блог, ваша запись, она должна иметь цель. Это обычно, знаете, когда глаз замыливается, когда долго работают, например, социальными сетями, начинается уже вот такое легкое отхождение от этого момента. То есть мы понимаем, что у нас есть какой-то план, мы по нему делаем посты, вот мы их размещаем, и мы забываем, что каждому конкретному посту мы должны предъявлять определенные требования. То есть мы должны от него что-то хотеть. Мы пишем пост не просто так, чтобы просто заполнить дырку в контент-плане, чтобы мы вот сегодня повзаимодействовали, поставили себе галочку, чтобы мы молодцы, мы о себе напомнили. То есть если у вас такая цель, в принципе, это тоже, она имеет право на существование. Но в целом обычно есть какая-то цель, да, что мы хотим, например, мы хотим повысить увлеченность людей, мы хотим их заинтересовать, собрать, например, лайки, да, мы хотим, чтобы нас вот конкретно с этим постом репостили. Да, если мы говорим про посадочную страницу, то здесь все понятно вообще, что мы хотим конкретно, чтобы человек не просто зашел и почитал, а заполнил форму, чтобы он заинтересовался нашим предложением, да, захотел его приобрести, попробовать как-то с нами по взаимодействию. То есть если мы говорим про блог на нашем сайте, положим, про новости или про что-то, мы опять же хотим у человека вызвать какую-то ответную реакцию. То есть каждый раз мы должны все-таки себе этот вопрос задавать, а какая у нас цель, зачем мы вообще вот здесь собрались, что-то делаем. Дальше у каждого контента, у всего есть, конечно же, тема. То есть тема, в частности, это вопрос, это потребность персоны, которая вот перемещается по пути потребителя, и он задает какие-то вопросы. У него могут быть вопросы такого вот информационного характера, да, вот как сделать что-то, когда там что-то началось, чем вот это вот все закончится, да, то есть на самой начальной стадии. Потом, когда человек погружается глубже уже в ваш продукт, в вашу сферу, скажем так, да, он начинает интересоваться, а чем отличается вот одно предложение от другого предложения, какие недостатки есть или как выбрать между двумя предложениями. И, наконец, он приходит к конкретно вашему продукту с вопросами об его свойствах, качествах, характеристиках, отзывах. Эти стадии 1, 2, 3, они иллюстрируются перемещением человека по пути потребителя, который мы буквально в следующем слайде рассмотрим. Это такое понятие. Давайте вот плюсиками, кто слышал уже про путь потребителя, кому все понятно, и, в принципе, можно глубоко не останавливаться. И минусиками те, кому нужно поглубже копнуть, кому нужно поглубже рассказать именно сейчас. Вот пока буквально вижу один минусик, один плюсик, вот уже минусиков два, так что давайте все-таки остановимся немножко поподробнее, вы потом в последующих записях вебинаров сможете найти поподробнее. Но в целом, что такое путь потребителя? Это момент, как бы не момент, а, как сказать, продолжительность момента от осознания потребителем проблемы до того момента, как он, например, ее решит, приобретет какую-то товар, услугу, и, в общем-то, не факт, что вашу. То есть путь потребителя – это такая последовательность шагов. Обычно его изображают в виде нескольких буквальных элементов, то есть что мы сначала должны проблему осознать, потому что бывает, естественно, такое, что проблема есть, а мы ее просто еще не осознали, мы не поняли, что у нас вообще эта проблема есть. Потом, соответственно, мы должны определиться с вариантами, как нам вообще ее решить, какие у нас есть возможности, что мы можем себе позволить, что мы можем себе предложить, и, наконец, мы должны принять решение и каким-то образом решить, что да, мы решаем свою проблему при помощи вот этого продукта. Ну и в конце концов, обычно те, кто уже, например, наш продукт приобрел, получили удовлетворение от решенной потребности, получили удовольствие от взаимодействия с нами, они становятся адвокатами бренда. В идеале, конечно же, мы хотим, чтобы все наши клиенты становились адвокатами бренда, потому что понятно, что каждый раз привлекать нового клиента – это, во-первых, дорого, потому что вы всегда даете, скорее всего, рекламу, вы затрачиваете время на контент, вы затрачиваете усилия. То есть каждый раз привлекать новых клиентов – это очень расточительно. Естественно, нужно работать со старыми, и чем лучше вы работаете со старым клиентом, который уже у вас что-то приобретал, тем, соответственно, дешевле вам обходятся следующие его покупки, и, соответственно, если вы можете его удовлетворять, у вас отток клиента минимальный, соответственно, и срок, так сказать, жизни клиента становится длиннее, и количество тех денег, которые он вам принесет, становится больше. Поэтому, конечно, мы все работаем над тем, чтобы адвокатами становились по максимуму все. Но не касаясь конкретно последней стадии, мы понимаем, что человек должен пройти какой-то путь от осознания проблемы. То есть осознание проблемы происходит в какой-то момент, и далеко не на вашем сайте обычно, далеко даже не в ваших соцсетях обычно происходит так, что человек осознает проблему где-то вот в своей вообще оффлайновой жизни, взаимодействуя со своими знакомыми, взаимодействуя в круге своего общения, он вдруг понимает, что что-то у него пошло не так. Иногда таким триггером служит реклама, что, опять же, является контентом. То есть если вы предполагаете, что у кого-то есть определенная потребность, которую еще пока, ну, скажем так, не оценили, не поняли, не почувствовали, да, вы уже понимаете, что вот конкретно у этой аудитории что-то вот такое может быть, вы можете своим рекламным сообщением, например, в тех же соцсетях, да, старгетировавшись на нужную аудиторию, запустить вот этот вот процесс осознания. То есть человек натыкается на вашу рекламу и думает, о, действительно, я же вот что-то, я как-то никогда об этом не думал, а на самом деле я же могу там, ну, что-то, например, себе улучшить или, например, ой, сейчас весна, а не пора ли мне там сделать, не знаю, стрижку, что-то такое. Или, то есть какие-то вот такие элементы, да, то есть если мы говорим про красоту, возможно, кому-то пора уже пройти определенный курс, скажем так, да, вот сейчас у нас многие сидели достаточно долго на удаленном режиме, питались не очень правильно, ну, все некоторые, наоборот, питались очень правильно, да, и выходя, уже более приближаясь к рабочим дням, например, к офису, возможно, у кого-то появились проблемы с лицом, у кого-то все-таки проблемы с фигурой, то есть все вот это вот отразилось на, скажем так, талии. И, соответственно, возможно, как раз-таки ваши клиенты уже и раздумывают, что как же нам с этим совсем бороться, а тут вы, что оказывается, вот это вот все можно побороть достаточно легко, то есть в данном случае, например, косметические комплексы. То есть мы напитали, пропитали, да, нашу кожу, и буквально через там несколько дней мы уже готовы к офису выходить. У нас, например, если появились какие-то там прыщики, там что-то у нас, например, сошло, или там если морщинки обострились, потому что образ жизни вели неправильно, смотрели сериальчики в интернете, лежали на диване, да, а тут мы хлопаем, еще немножечко подправили. То есть такое предложение в правильный момент может как раз запустить и цепочку осознания в том числе. И, соответственно, в дальнейшем мы стараемся эту персону провести по пути потребителя так, чтобы она взаимодействовала с нами где-то в наших каналах, не отпуская ее слишком от себя далеко, ну, просто потому что для нас это больше повышает вероятность, что действительно этот человек, которого мы зацепили в самом начале пути, станет нашим клиентом. А в целом, на самом деле, характерна вот наша, особенность нашего времени, что люди узнают информацию где-то очень далеко от нас, они сами изучают где-то там в интернете какие-то вещи и приходят к нам уже приближаясь к осознанному выбору. То есть они уже собрали где-то информацию, уже сделали какой-то список выбора и приходят к нам уже примерно предполагая, что они хотят, ищут уже конкретные вещи. И тут уже наша, собственно, наша задача, нашим контентом, опять же, этих людей заинтересовать, убедить в том, что мы молодцы, что с нами действительно стоит иметь дело, что стоит нас выбрать и, соответственно, подвести их к сделке. Соответственно, это можно делать в разных форматах. То есть говоря о контенте, да, что у нас есть тема контента и есть формат. Формат – это как персоне удобно потреблять информацию. То есть понятно, что у нас может быть текст такой огромный, но угрид, а может быть маленький пост на тысячу знаков, а может быть видео, а может быть подкаст. Некоторые слушают подкасты, я вот совсем недавно сама писала подкасты, правда, вот у нас конкретно маркетинг. Немножко не зашел. Вот. Есть инфографика, например, да, кто-то делает кратклассную инфографику каким-то вопросом, да. То есть форматов на самом деле очень много. Все зависит от того, как вы понимаете вашу аудиторию, как вы этой аудитории пытаетесь эту информацию донести, как ее выводить. Потому что вы знаете, наверное, да, что если вы работаете с теми же соцсетями, вы, наверное, знаете, что есть люди, которые предпочитают читать посты, есть люди, которые предпочитают смотреть сторис. Вот некоторые люди сторис не смотрят, ну, не принципиально, просто им неинтересно, они как-то очень редко это делают. И может быть сколько угодно у них вот этих вот кружочков, они просто это не их стиль общения, это не их способ вообще взаимодействия. То же самое бывает, когда, например, вы даете рекламу, и вы даете видео, например, в посте и видео в сторис, бывает совершенно разная реакция, потому что разные люди по-разному воспринимают. То есть вот это, конечно, тоже хотелось бы знать, понимать, и когда готовим контент, уже предполагайте, куда он, собственно, пойдет. Ну и, наконец, канал коммуникации – это где персон получает информацию, какому каналу она доверяет, где она вообще больше бывает, чаще посещает, это больше проводит времени, больше внимания уделяет, потому что понятно, что, например, какие-то каналы, например, у кого-то случайные, да, то есть, например, человек едет в метро, он что-то там пролистывает пальцем, так, например, в Инстаграме часто, да, листают картинки, видят первые 70 знаков, то есть даже не открывая, собственно, пост. У нас вот вся наша информация, которую мы можем донести, сосредотачивается в картинке и в 70 знаках, да, вот первые там несколько там буквально строчков с копейками, вот. Это, например, такая есть возможность. А кто-то едет и смотрит видео, то есть у людей есть совсем другой канал, да, и тогда к такому человеку, естественно, мы заходим, например, через YouTube, а кто-то читает, например, новости или там СМИ какие-то, да, вот есть, например, люди, которые начинают свое утро с чтения, предположим, новостей про селебритис. Ну, вот у них такой вот утренний настрой на работу, знаете, приходит человек в офис, наливает кофе и начинает, собственно, читать новости. Если у вас такие есть, вам, конечно, надо оказаться либо в рекламном сообщении где-то неподалеку от такой новости, либо в самой новости при помощи нативной рекламы, либо если вы даете контент в соответствующие СМИ. Опять же, здесь вы должны понимать, каким образом, на какую аудиторию вы рассчитываете и как вы туда вообще хотите попадать. Говоря про контент-маркетинг в целом, мы видим вот такую упрощенную модель пути потребительства, то есть что у нас есть осознание проблемы, мы собираем информацию, как нам эту проблему решить, принимаем какое-то решение, и, наконец, мы надеемся, что наш клиент становится адвокатом бренда. Понятно, что на каждой из этих стадий и у самого человека разные ощущения, разные ожидания. Вот вы видите в верхней строчке, да, и в нижней строчке вы видите наши задачи. Наши задачи совсем разные. При взаимодействии с каждым человеком на каждом этапе у нас задачи разные. То есть если мы, например, на стадии осознания проблем, а персона просто испытывает от чего-то дискомфорт. Возьмем девушку, которая отсидела на карантине, у нее появились какие-то проблемы, скажем так, с кожи на лице. То есть вот ей в офис выходить, а у нее проблемы. Если она пока еще не готова вообще к решению этой проблемы, она может еще пока даже подумать об этом не успела. Она только вот в зеркале сегодня вы поняла, что что-то не так. Наша задача заполнить информационный пробел. Просто сообщить ей о том, что вот с такой проблемой существует определенное решение. То есть здесь ей продавать рано. Ей рано сообщать о том, а смотрите, какая у нас классная там баночка, она удобная, да, и вот мы тут защитились там от проникновения кислорода. Нет, это все еще не нужно. Сейчас ей нужно просто закрыть информационный пробел, чтобы она знала, что она может за оставшиеся, например, три дня до офиса сделать со своим лицом какое-то волшебство, и в понедельник выйти вообще красиво во всеоружие. Если мы говорим уже про стадию, например, сбора информации, то есть когда человек уже продвинулся дальше, он понял, что да, действительно, с этим надо что-то делать, и начинает уже сам искать, может быть, в поисковой системе забивать, да, как избавиться, например, за три дня от своей проблемы, или, может быть, начинает общаться с кем-то в социальных сетях, переписываться, да, или искать каких-то, не знаю, косметологов, то есть, положено, да, почитать у них, там, задать где-то вопрос, здесь уже наша задача, да, заявить о себе и попасть в список выборов, потому что понятно, что мы здесь не одни, мы конкурируем с несколькими компаниями, которые будут представлять приблизительно одни и те же варианты решения проблемы, просто разными способами. То есть, мы, если поговорим про несколько, например, брендов, которые могут представлять косметику для решения аналогичной проблемы, наша задача оказаться где-то с ними рядом в списке выбора, вот в том самом списке, который составляет человек. Понятно, что он его не пишет на бумажке, он его где-то держит в голове, но, по крайней мере, он предполагает, что вот решить свою проблему он может вот этим, вот этим и вот этим. И хорошо бы, конечно, чтобы мы как раз там оказались. Наконец, персона в какой-то момент делает выбор из существующих вариантов, которые вот в этом списке выбора находятся, и, конечно, тут уже наша задача оказаться лучшим вариантом, то есть мы уже должны себя показывать во всей красе. Ну и адвокатов бренда мы, соответственно, только сопровождаем. Извините, у меня здесь появилось какое-то вот уведомление, что-то про интернет. Вот так, у меня видно, слышно, все в порядке? Поставьте плюсики, что все окей. Так, отлично, я вижу, что все в порядке. Тогда продолжаем дальше, а то площадка мне что-то сообщила про интернет. Отлично. Итак, когда мы говорим про то, что мы каждый раз сопровождаем нашу персону разным контентом, мы говорим о том, что для каждой стадии контент у нас все равно получается разноформатный, и мы отвечаем на разные вопросы. То есть если на стадии осознания проблемы мы встречаем человека, например, постами в блоге или видеозаписями, или статьями, возможно, даже не на наших ресурсах, то когда человек принимает решение, мы можем, например, пригласить на тест, скажем, тест-драйв. Ну, триал-версия, если кто-то не знает, это больше для компьютерных, например, систем. Вы устанавливаете себе что-то, попробовали. Или вот сейчас онлайн-кинотеатр вам предлагают за один рубль на карантине, подпишись и посмотри. Они это делают не просто так, естественно. Фактически вы испытываете их услугу, и они рассчитывают, что после того, как это все закончится, вы все равно будете продолжать смотреть, по крайней мере, часть тех, кто попробовал, все равно останется с ними. Собственно, вот эти все варианты, например, тест-драйв нового продукта, консультации, отзывы, описание характеристик – это уже для стадии принятия решения. То есть вы понимаете, что у вас есть люди, которые уже, скажем так, прогреты, они готовы у вас что-то купить, и можно давать вот это. Если человек только собирает информацию, то есть он рассматривает варианты, вот чаша веслов у него еще в вашу сторону не склонилась. Здесь вебинары, кейсы, обзоры, сравнение себя с конкурентами, причем желательно, конечно же, правдиво, потому что понятно, что расхваливать себя и говорить, какие мы молодцы, здесь немножко рановато. Соответственно, для адвокатов бренда он уже это все прошел, ему уже это все неинтересно. В случае с адвокатом бренда мы говорим уже про программу лояльности, про акции для существующих клиентов, про предложения в каких-то закрытых, например, каналах, только вам, только за неделю до того, как мы выпустим, например, в открытые каналы, вот мы вам специально предлагаем, вот такие вот вещи мы уже делаем, например, для адвокатов. И понятно, что здесь мы в любом случае говорим про разные каналы. То есть если мы говорим, например, про стадию осознания проблем и сбора информации, это самая-самая широкая сеть. То есть если мы вот это вот, то, что нарисовано горизонтально, возьмем вот так, вертикально перевернем, фактически у нас с вами получится воронка продаж. То есть у нас с вами на стадии осознания проблемы мы можем раскидывать сеть вот просто максимально широко, оповещая всех, кого можно, да, что вот здесь, например, вот такие прекрасные какие-то варианты, что если у вас проблемы какие-то, например, появились, вы можете их решить. То есть мы пока не говорим, чем решить, мы говорим просто, что есть такая возможность, мы как бы описываем проблему, актуализируем внимание именно на том, что проблемы действительно существуют. Ну и, соответственно, на стадии сбора информации уже переходим с какими-то более подробными вещами. То есть здесь мы забрасываем сети так, что мы делаем, например, пост в соцсети и таргетируемся не на наших даже подписчиков, а просто на какую-то широчайшую аудиторию. Можно просто устанавливать самые минимальные ставки просто для того, чтобы охватить максимально всех. Это просто наша самая-самая широкая сеть. Мы пишем такие интересные вещи на сайте блоги. То есть если у нас есть свой сайт, у него, скорее всего, уже есть какой-то блог или какие-то новости, да, это, опять же, то сообщение, которое вы можете разместить в блоге и потом транслировать куда-то. Либо, например, если вы часто этим занимаетесь, вы сосредоточены на силу оптимизации, естественно, вы тогда рассчитываете, что на эту запись вы ее оптимизируете и считаете, что, например, люди могут приходить уже в течение долгого времени, конкретно на... интересуясь вот конкретно этой страницей, и потом вы их уже думаете, куда вам их, собственно, провести. Соответственно, у вас могут быть партнеры. Партнеры – это те, кто готов поделиться с вами вашей аудиторией. То есть это может быть как партнерство в социальных сетях, какие-то коллаборации, так это могут быть и партнерство в СМИ. Вы можете в СМИ попасть, например, со своим материалом. Опять же, да, если вы готовы подготовить статью для СМИ, предположим, или какой-то экспертный комментарий дать, можете просто, например, провести совместное мероприятие или запартнериться разным образом, да, когда СМИ приглашает, например, к вам на консультацию или на какое-то ваше событие, на вашу конференцию. Да, это бывает платно, с кем-то можно бесплатно договориться в зависимости от, собственно, ваших и возможностей, и интересов. Ну, опять же, канал на YouTube, потому что сейчас все-таки многие смотрят видео, действительно, видео – это, ну, такой яркий пример того, что контент все равно уходит в форматы, где не нужно много читать, не нужно много думать. То есть можно прям вот включил, посмотрел, и за, там, две минуты узнал гораздо больше, чем ты эти две минуты, собственно, читал. Вот, понятно, что дальше, когда мы переходим, например, к стадии принятия решения здесь, уже эти люди должны быть где-то у нас, они должны взаимодействовать с нами в наших каналах. То есть если мы просто куда-то, вот, в никуда гуляем, например, какие-то странные вопросы, да, что вот смотрите, какой у нас классный продукт, да, если люди не прошли предыдущие стадии, они просто не готовы к этому. То есть мы просто сольем наши бюджеты и вообще деньги выкинем никуда. То есть если мы делаем, например, уже оповещение о продукте, мы его делаем непосредственно, например, в поисковой, как бы, сети, в поисковой рекламе. То есть когда человек задает определенный запрос в поисковой строке, Это, то есть, контекстная реклама, это горячие клиенты, мы говорим о том, что люди, вот они уже готовы, они ищут, и именно, и мы уже можем показывать наши, собственно, какие-то материалы, просто потому что мы понимаем, что все, они уже дошли до той стадии, когда они готовы покупать. Соответственно, на маркетплейсы люди попадают обычно в стадии готовности к покупке, когда они что-то ищут и уже, в принципе, готовы ходить выбирать. То есть, если вдруг, например, как бы вы каким-то образом с каким-то продуктом, например, должны попадать на агрегаторы, вам просто, скорее всего, стоит туда попасть, потому что иногда спрашивают, да, что нам делать, вот у нас сайт, а вот есть агрегатор, да. То есть, если у вас действительно очень большой объем трафика в вашей сфере генерируется агрегаторами, ну, наверное, вам все-таки стоит там быть, потому что отдельный сайт, например, с агрегатором не сможет, скорее всего, конкурировать просто за счет того, что на сайте будет недостаточная информация. Соответственно, если вы предлагаете уже кому-то, например, делать продающие посты, продающие рассылки, продающие еще что-то, вот то, что я вот называю вот купи-купи, да, то есть вы напрямую продаете, естественно, продавать нужно клиенту теплому, который готов купить. Всем другим продавать просто бесполезно, потому что они не готовы, они не купят, они еще не дошли до вот этой стадии доверия, так сказать, к вам и желания решить проблему с вашей помощью. И, соответственно, когда мы говорим уже про адвоката бренда, то есть мы уже на этот момент имеем у человека данные, мы уже знаем, откуда он к нам приходит, то есть у нас есть его электронная почта, у нас есть его мобильный телефон или там WhatsApp, например, Viber, куда мы его можем написать. У нас есть, в конце концов, такой канал, как и СМС-восылки, и, то есть этот человек уже находится где-то в сфере досягаемости, так сказать, от нас. Ну, скорее всего, этот человек, если вы, опять же, с клиентами работаете, он подписан на ваши социальные сети, соответственно, у вас также есть ресурс писать в социальных сетях. И если, например, социальная сеть все-таки подрезает вам охваты, делать небольшие вливания денежных средств просто для того, чтобы вы могли свои интересные посты показывать своим же подписчикам, ну, немножко попозже, обязательно сейчас на этом остановимся. Но пока вот сначала начнем для сайта, потому что сайты, на самом деле, очень часто забывают незаслуженно в том ключе, что, да, потому что, ну, как-то все сейчас пошли больше в соцсети, особенно сфера красоты, вся идет в Инстаграм. Инстаграм реально перегрет, реально в нем огромное количество предложений, то есть те, кто не зашел, например, 2-3 года назад, а только сейчас выходит, сталкиваются с огромными проблемами, потому что умные ленты, они уже достаточно поумнели, чтобы резать охваты всем. То есть если мы говорим про то, что человек, например, с бизнес-страницы, с бизнес-аккаунта начинает что-то писать, какой-то пост и, собственно, не получает вдруг каких-то лайков быстрых, он, соответственно, пишет, может написать мега просто интереснейший контент, но если, например, первые же там какие-то несколько минут не получил пост отклика, соответственно, умные ленты начинают считать, что, наверное, пост не очень интересен, и она начинает занижать ему охват. То есть если мы говорим про какую-то среднюю цифру, да, это буквально может быть несколько процентов от общего числа подписчиков. То есть если у вас нет вовлеченных людей, которые с готовностью ждут, которые с готовностью вас читают, которые будут рады вам сделать лайк на новом посте, многие просто не увидят ваш пост, ну, какой бы он прекрасный ни был. То есть вы можете как угодно прекрасно подготовить клиента, контент, но если ваши клиенты не вовлечены, а вы, например, сделали пост в соцсетях, ну, скорее всего, они это не увидят. Поэтому для таких вот вещей, вот сейчас такая рекомендация, да, что вливать все равно периодически некоторые финансовые средства именно в продвижение для развития вовлеченности своих же подписчиков. То есть своим же подписчикам показывать свой же контент просто для того, чтобы действительно они были вовлечены, чтобы они действительно с вами взаимодействовали. Потому что, ну, вот, системы конкретно Facebook и Instagram, они очень жестко в этом плане работают. Ну, не знаю, это Instagram, это тот же Facebook, по большому счету, и с тех пор, как Центрин сказал, что соцсети – это для общения, собственно, людей с людьми, да, вот все, что относится к бизнесу, в общем, все теперь как бы продвигается частично и иногда очень частично, очень как бы в большей части даже за деньги. Потому что контент самый даже прекрасный, он должен всегда получать отклик, иначе, к сожалению, в социальных сетях, видимо, с ним будет так себя. Вот, но пока для посадочных страниц, потому что посадочные страницы вообще часто забывают и говорят, что вот как бы, ну, страничка и страничка, да, как бы здесь вообще контента практически, наверное, никакого. Нет, это точно такая же, собственно, информационная составляющая вашего сайта. У многих вообще сайты состоят из посадочных страниц, это такая вот тенденция времени. То есть когда ваш сайт, он фактически является набором страниц, на любой из которых может произойти конверсия, все страницы отвечают, собственно, информируют вашего посетителя о какой-то конкретной услуге или о каком-то конкретном продукте. То есть фактически ваш сайт – это набор посадочных страниц под одним минутом. И если мы говорим про контент для посадочных, для лендингов, здесь есть свои особенности. Конечно, в идеале посадочная страница – это такая вот единичная страничка, которая взаимодействует с рекламой. То есть у нее нет меню, у нее нет выхода на сайт никуда просто потому, что человек с рекламой, которая характеризует какую-то проблему и предлагает единичное решение, попадает на страницу, которая тоже должна быть просто посвящена и адаптирована одной проблеме, одному решению. И если мы позволяем человеку с этой страницы куда-то уйти, то есть мы даем какое-то меню, даем кнопку подробнее на другую страницу, даем какие-то варианты, скорее всего, он куда-то уйдет. Пока он уйдет, он начнет там бродить, возможно, он не сможет вернуться назад, а возможно, он вообще забудет, что он что-то хотел. То есть у нас с вами получится так, что мы за рекламу, значит, заплатили, человека мы на сайт привлекли, а потом отпустили его куда-то бродить и, собственно, он там где-то забродился. Нам, естественно, этого не хочется, поэтому мы стараемся обычно посадочную страницу делать ограниченной от всего. Если у вас сайт достаточно небольшой, ее можно все-таки вплетать внутрь сайта, если человек уже на нее попал, например, вы видите, что прокрутил, уже до конца не видит своего варианта, и чтобы он с нее просто не уходил, почему бы его не отправить, например, на список других акций. То есть тоже такой вариант имеет право быть, но если мы говорим про посадочную страницу, у нее все равно есть особенности контента. То есть это, например, вы текст. Понятно, что готовя материалы для страницы, мы, конечно, хотим показать наш продукт получше, но когда мы его описываем, желательно все-таки показывать его с точки зрения того, что клиент получит после того, как. То есть вы получите или вы узнаете, вы увидите и так далее, чтобы он мог сразу ассоциировать себя с предложением, а не просто, что наше предложение самое-самое классное на рынке. Все-таки человеку интересно читать про себя, а не про вас, поэтому стараемся все-таки ему давать какие-то ассоциации, какие-то представления о нем лично. Фотовызывающие эмоции. Понятно, что если мы говорим про посадочную страницу, мы хотим человеку на что-то сподвигнуть, мы должны его эмоционально заинтересовать. То есть даже если это B2B, даже если вдруг вы оказываете услуги, например, организациям каким-то образом, все равно к вам на страницу приходят люди, они должны как минимум испытать что-то от того, что они с вами взаимодействовали. Понятно, что улыбающиеся люди – это всегда хорошо, потому что недовольные лица – это вообще никому не нужно. Хорошо, что когда человек на картинке смотрит в сторону значимых элементов, это чисто такая психология, физиология, то есть если кто-то куда-то смотрит, мы тоже туда обращаем внимание. То есть вот на таких картиночках обычно смотрят в сторону кнопки, в сторону формы, то есть туда, куда, собственно, человеку нужно завлечь. Дополнительно, естественно, у посадочной страницы должен быть логотип, телефон, имейл, контакты, социальные доказательства, то есть какие-то сертификаты, какие-то такие вещи. Просто потому, что на одной странице мы должны собрать всю информацию, которая относится к нашему предложению. И понятно, что если мы, например, не указали наши контакты, человек, не имея доступа к стальному сайту, думает, что это вообще такое, кто это, кто эти люди. Поэтому, соответственно, мы стараемся на одной странице дать все. Но переходя именно к тексту, к наполнению, у нас все равно всегда есть форма. У нас есть определенные последовательности, которыми обычно пользуются просто даже для того, чтобы, ну, если есть хорошие инструменты, мы можем воспользоваться, правильно? То есть голову лишний раз нагружать, каждый раз что-то выдумывать, это бывает сложно. Тем более, что вряд ли вы выдумываете что-то лучшее, чем опробованы уже, вот, скажем так, десятками, сотнями, тысячами представителей, которые готовили посадочные страницы. Поэтому вот пять формул – это самые такие основные, на которые стоит обращать внимание. То есть если вы погуглите, вы найдете еще больше. Это то же самое, как с маркетинговым комплексом 4P. То есть авторы раздувают вот эту классику, они раздувают до 5P, 7P, 9P. И эти могут быть самые разные. То есть если вы занимаетесь маркетингом, вы немножко должны быть в курсе, о чем я говорю. То есть здесь каждый автор фактически может придумать, может как-то зафиксировать свою собственную формулу. Вы можете ей воспользоваться, можете не воспользоваться, это уже ваше желание. Но вот эти 5, они классические. То есть по ним делается большинство всех страниц, которые мы можем увидеть. То, что мы говорим про АИДА, АИДА вообще везде. Формула АИДА – это внимание, плюс интерес, плюс желание, плюс действие. Это классическая маркетинговая формула, которая говорит о том вообще, как человек приходит к покупке продукта. То есть сначала что-то цепляет его внимание, потом у него возникает интерес, и потом, соответственно, он такой, надо брать, и, соответственно, дальше ему надо просто дать возможность взять, скажем так. Соответственно, если мы говорим про посадочную страницу, у нее внимание привлекается заголовком первым экраном. Чаще интерес – это дополнительное какое-то пояснение, предположим, может быть. И дальше, вот для того, чтобы он, собственно, испытал желание, мы можем эмоционально человека вовлекать. Показывать ему, например, классные отзывы, можем ему показывать какие-то последствия, как он классно будет себя чувствовать после того, как воспользуется нашим продуктом. Мы, соответственно, кнопочку, соответствующую там купить, заказать и так далее, мы ее постоянно держим в поле зрения, делаем нормального цвета, контрастного, чтобы она просто не терялась. Потому что если у вас там белая страница, на белой странице белая кнопочка в тонкой черной рамочке, человек может просто не заметить даже банально кнопку купить, заказать. То есть даже если он очень хочет, он просто не сможет, например, этого сделать. Формула 4U, если, опять же, пошире посмотрите, она часто используется для заголовков. Но в целом это может быть формула, которая вообще тоже для всего. То есть она может быть и для рекламных объявлений в контекстной рекламе, например, потому что она предполагает какие-то небольшие отрывочки, отрезочки, скажем так, контентные. И можно точно так же по ней писать, например, статьи, материалы. Фактически это определение тематики. То есть мы даем полезность, мы даем определенную уникальность, мы даем специфичность и даем срочность. То есть если вы слышали, например, такие вещи, как «Как написать убойный заголовок для вашей рассылки», предположим, да, большинство таких заголовков будет создано по модели 4U. То есть 4U, это мы берем, например, какую-нибудь, да, «Как сочинить текст для вашего блога за 10 занятий», предположим. И можно вот так вот это разбить, да, то есть срочность – это за 10 занятий, там для вашего блога ультроспецифичности. Соответственно, вот мы, какую мы полезность даем, да, вот как мы сочинить текст, предположим, да. То есть вот в таком ключе можно что-то такое использовать. Ну, обычно, как бы, вы уже сами понимаете, что как бы 4U можете даже не запихать, например, но 3, скорее всего, у вас статьи в материале, в заголовке, в рекламе должны быть. Собственно, формула ODC – это то, что вы, наверное, всегда, вот, когда заходите, какие-нибудь крышечки, кнопочки, соберите там промокодики, да, это такая классная яркая страница, на которой большими там цифрами крутится таймер обратного отсчета и, например, там что-нибудь. Вот введи, напиши, скачай, и вот прямо вот сейчас, да, вот срочно-срочно-срочно, да, там запишись на тест-драйв и так далее. То есть это такая эмоциональная штука, которая вас постоянно подстегивает, просто потому, что это акция кредкосрочная, то есть вы должны, собственно, по задумке того, кто это делает, вы туда должны зайти и захотеть. То есть таким образом продаются чаще всего вещи бесплатные, понятно, потому что это можно сделать быстро, если вам нужно хотя бы какую-то копейку потратить, вы начнете об этом думать. И таким образом, соответственно, продаются такие вещи, которые, ну, достаточно эмоционально зависимы, да, то есть понятно, что для людей, для разных людей это разные вещи. Например, я видела такое для тест-драйв автомобилей, да, понятно, что тут реклама должна быть непосредственно на автомобилистов, которые уже что-то выбирают, а тут хлоп, и вот прямо вот сейчас записывайся, потому что там еще какой-то подарок давали. В общем, было такое классное предложение. Собственно, четвертая формула – это боль больше боли, надежда решения. Формула достаточно классическая. То есть у женских, например, услуг, начиная от имиджмейкеров и заканчивая гадалками разными, да, и, скажем так, эзотерическими разными дамами, да, это очень хорошо эксплуатируется, потому что самая, прямо с самого заголовка начинается запрос. То есть у вас, не знаю, муж бросил или там применительно к нам, например, к нашей ситуации, например, скажем, да, там проблемы там с лицом, не знаю, после карантина, да, или там набрала лишние 10 килограмм, и вот теперь переживаешь, как ты там придешь в офис, а все там такие стройные и классные, то есть мы добавляем еще, собственно, больше мучений человеку, и потом сообщаем, что вообще-то это можно решить, и, собственно, выкладываем наше решение, что давай соглашайся. Вот такая вот штука, она достаточно такая сложная бывает в исполнении, то есть нам для этого нужно понимать вот эти боли нашей аудитории, нам нужно понимать, на что мы, собственно, опираемся, но если ваше предложение достаточно, скажем так, по цене благоприятно, то есть что действительно можно его приобрести именно на эмоциональном порыве, то, собственно, вот такая вот формула, она работает неплохо именно для не очень дорогих вариантов, но при этом вариантов, скажем так, решающих какую-то определенную проблему, когда у человека действительно болит, когда человек действительно переживает о чем-то, и мы можем ему в этом помочь. Ну и, соответственно, последняя формула – это чистая, как сказать, формула для больше для бизнес-страниц, то есть тут внимание привлекаем заголовком и даем выгоды, то есть мы сообщаем, в чем выгода у потребителя, мы сообщаем ему какие-то варианты для убеждения этого потребителя, то есть отрабатываем его выражения, возражения. Это могут быть часто задаваемые вопросы, это могут быть отзывы от наших уже существующих потребителей, это могут быть разные дипломы, сертификаты и так далее, в зависимости от того, с кем вы работаете, ну и, соответственно, действия. То есть если мы говорим про наши какие-то контентные вещи для посадочных страниц, мы понимаем, что у нас в любом случае есть определенные кусочки этой страницы, которые мы можем использовать, и мы из них, как из мозаики, собираем просто итоговый реальный вариант. Например, вот, опять же, возвращаясь к Жерменде Кучини, у них, например, каждая страница сообщает, что это эксклюзивная профессиональная испанская косметика. То есть здесь сразу все понятно, о чем вообще идет разговор. То есть если человек вдруг случайно зашел, он сразу понял, да, просто вот у него внимание сразу же, собственно, привлекается с первого же экрана, собственно, что ему вообще здесь предлагают. Дальше уже он может подумать, надо ли ему это или не надо, но, по крайней мере, он уже сразу оценил, что можно на этой странице получить. То есть на самом деле по формулам работать достаточно удобно получается. Это если мы говорим про посадочные страницы. Но понятно, что посадочные страницы не исчерпываются, точнее, контент для сайта не исчерпывается посадочными страницами. У нас еще есть другие страницы сайта, и у нас есть блог. Если мы про другие страницы сайта говорим, их также можно делать по формату посадочных страниц, по формату определенных формул. То есть здесь можно выбирать для той сферы, для той услуги, которую вы предлагаете, Может быть, что-то такое поофициальное вы сделаете, например, да, вот, например, в формате ASA или AIDA, что-то вы сделаете с таймером, например, да, то есть если это действительно быстрая акция, может быть, там вообще никакой лишний текст не нужен. Но блог как таковой, особенно если мы действительно собираемся вести серьезный блог, он имеет немножечко другую направленность. Дело в том, что когда мы говорим про сайт, то есть про крупный сайт, мы понимаем, что на нем существует много страниц. Мы хотим, естественно, чтобы наши сайты были где-то в поисковой системе достаточно высоко, чтобы нас можно было найти из поиска, и чтобы к нам шел тот самый органический трафик, который совсем бесплатный, который будет к нам вот сам приходить, и, собственно, люди будут к нас находить в поисковой системе. Для вот этого как раз блоги и заводят. То есть если вы думали, что блоги или там новостные вот эти, знаете, новости компании заводят просто для себя, нет, ничего подобного. Заводят их специально для того, чтобы производить побольше страниц. Какие это дает преимущества? Когда вы делаете новую запись, каждая ваша запись – это фактически новая страница на вашем сайте, которая может быть обнаружена поисковой системой. Поэтому, естественно, если вы делаете, например, блог или новостной раздел или какой-то иной раздел, в который вы вешаете, например, такие материалы, да, вы, естественно, должны его соответствующим образом формировать. Понятно, что вы можете его делать, конечно, опираясь на какие-то свои представления о прекрасном, но тогда в этом нет особого смысла просто потому, что он, его никто, скорее всего, не увидит. То есть если мы посмотрим статистику блогов, то все записи, на которые приходят люди, они имеют определенные показатели. То есть, во-первых, там достаточно контента должно быть. Если у вас там буквально 3-4 строчки в новости, да, это, наверное, просто классно для того, чтобы что-то разместить в раздел, но именно практической пользы вам эта запись, скорее всего, не принесет, потому что она не оптимизируется. То есть поисковая система видит, что это там 3 строчки и, скорее всего, пропустит вас мимо, поставит вас в выдачу в какой-нибудь на сотой странице, да. То есть, наверное, вам это неинтересно. Поэтому если уже вы занимаетесь, например, написанием блога, написанием новостей для сайта, написанием каких-то статей, материалов и так далее, естественно, лучше, конечно, адаптироваться под поисковые системы, чтобы каждый раз, когда вы что-то пишете, это не пропадало никуда, а приносило реальную пользу для вашего сайта. Поэтому любой контент имеет смысл делать, во-первых, под запросом. То есть когда мы видим, что люди что-то задают в поисковой системе, фактически этот запрос является темой для вашего контента, который вы можете произвести. То есть если человек что-то ищет, мы про это можем написать, и если мы хорошо оптимизировались, здесь, конечно, вам потребуются, скорее всего, специалисты, как минимум, почитать про SEO-оптимизацию, хотя бы постраничные, да, немножко углубиться в эту тему, просто для того, чтобы вы получили какое-то представление. Мы понимаем, что если у нас есть, например, запросы, есть на нашем сайте такая страничка, они рано или поздно могут встретиться. Поэтому хорошо бы, конечно, понимать, да, что есть, например, поисковые запросы информационные, транзакционные. То есть люди ищут, как сделать, как найти, как что-то там произвести, и транзакционные – это как купить, заказать, приобрести, скачать там что-то, да. Есть высокосредние и низкочастотные запросы, то есть высокочастотные запросы – это, например, купить крем для лица, предположим, да. Скорее всего, показов будет много. Купить крем для лица Жермен Дикапучини – показов будет гораздо меньше. Соответственно, купить крем для лица или там, например, забыла, Тим Эксперт, например, Райтс, да, с произношением, может быть, не очень хорошо, забыла, как правильно произносится. То есть, например, если указываем конкретную линейку, конкретное наименование продукции, естественно, таких будет еще меньше. При этом мы понимаем, что такие низкочастотные запросы, люди, которые ищут что-то конкретное, это как раз те самые люди, за которых мы минимально конкурируем в поисковой системе, и которые при этом, скорее всего, на нашу страницу попадут. Поэтому, соответственно, если мы говорим про создание новой страницы, нам нужно ориентироваться на запросы, которые нас интересуют. Понятно, что есть запросы геозависимые и независимые, то есть, например, купить что-то в Москве, но, скорее всего, не подойдет для тех, кто с Москвой не работает. Поэтому, соответственно, такие запросы мы, например, убираем. Да, они зависимые, они, например, запрос, не знаю, как своими руками починить кран, он вообще подходит всем, по всему миру практически. Ну, и, наконец, брендовые и небрендовые запросы, да, то есть, если у вас ищут упоминания в вашей компании, соответственно, это брендовый запрос. Точно так же, если вы пойдете в поисковик, забьете там Анна и Патова, увидите мой сайт, то есть это для меня, в моем случае, это будет брендовый запрос. Вот, если вы попадаете каким-то другим образом ко мне на сайт, это, соответственно, запрос на брендовый уже получается, да, вы по нему просто увидели мой сайт в поисковой выдаче и на него каким-то образом попали. То есть если мы говорим про контент для блога и ориентируемся на SEO, мы должны понимать и наше семантическое ядро. То есть что это такое? Фактически семантическое ядро – это набор всех тех тем, по которым мы хотим, чтобы на наш сайт могли люди приходить. Потому что если мы, например, откроем аналитику, как у Яндекс.Метрику, у всех же, наверное, есть Яндекс.Метрик, правильно? Ну, Google Analytics тоже, скорее всего, у многих есть, но просто, насколько я знаю, Метрику больше любят просто потому, что она проще в употреблении. Давайте плюсики, вот, чтобы никто не заслухал, пока я тут рассказываю. Кто смотрит отчеты в Метрике, в Аналитике, то есть действительно прям их проверяет, читает, анализирует что-то? Коллеги, я начинаю волноваться, что меня не слышно, я не вижу плюсиков, неужели никто не смотрит отчеты? Зато есть минусики. Вот смотрите, на самом деле про аналитику, конечно, тут, наверное, стоит сказать дополнительно, что если вы что-то не можете измерить, вы не можете на это повлиять. То есть если вы не обращаете внимания на результативность, например, вашего сайта, это, конечно, не очень хорошо, и хорошо бы, по большому счету, кем бы вы ни были, например, в вашей структуре, чтобы вы имели хотя бы какое-то представление о том, что вообще происходит. Потому что часто бывает, что люди говорят, ой, а к нам на сайт вообще не приходят по каким-то там, например, запросам, да, начинаешь смотреть на страницы, и оказывается, что под этот запрос ни одной страницы нет. То есть люди хотели бы, чтобы их, например, искали по запросу, не знаю, нарастить волосы, предположим, да, а у них нет даже ни одной странички. А как же действительно поисковая система должна их выдать по такому запросу в поисковой выдаче? Поэтому если мы что-то пишем для блога, мы тему берем в том числе и из семантического ядра, то есть мы собираем список всех запросов, на которые мы хотим вообще, чтобы нас могли найти. И вот из этого списка мы можем в любой момент сгенерить себе новую тему для нового материала, эти материалы постепенно писать, постепенно делать на них взаимные ссылки, и рано или поздно что-то у нас выставили и появится уже в поисковой выдаче. Но для того, чтобы начать, и начать без SEO-шника, без какого-то специалиста, да, то есть я вот люблю, чтобы вы пришли на вебинар и могли сделать что-то своими руками. Что вы можете сделать своими руками прямо сейчас? Вы можете зайти, если у вас есть аккаунт в Яндексе, по крайней мере, если у вас вдруг его нет, заведите его специально для этого, и заходите в Wordstat Яндекс.Ру. Это подбор слов, и если вдруг никогда не встречались с этим, ну, бывает такое, да, что действительно кто-то, например, не встречался, вот такая ссылочка в Wordstat Яндекс.Руфчат, я ее подкинула. И это вот такой вот специальный подбиратель, скажем так, слов, да, это можно использовать для ключевых слов, для рекламы, можно использовать для сайта, а можно использовать именно для подбора темы, для подбора заголовка, для того, чтобы правильно сформулировать, о чем вы хотите написать. То есть вы заходите и набираете запрос и видите, что, собственно, происходило, да, то есть вы видите частота за месяц, можете посмотреть там на вкладочках, есть десктопы и мобильные, например, вот только телефоны, только планшеты, можете посмотреть разделение по региону, можете посмотреть похожие запросы. То есть вы в любой момент, когда вы хотите что-то написать, вы можете зайти, посмотреть, во-первых, а ищут ли это вообще, а спрашивает ли это кто-нибудь вообще, кому-то это нужно или нет. И, собственно, второй момент, вы можете сформулировать правильно для себя заголовок, да, то есть, например, не просто как удержать клиента, а как, например, как удержать клиентов в кризис, как удержать клиентов на сайте, как удержать постоянных клиентов. То есть вы открываете и вы видите вот этот список, скажем так, инсайтов, да, то есть о чем вы можете вообще написать и поговорить. Это вот то, что интересует людей. И понятно, что если вы нашли такой, например, вариант для блоговой записи, для соцсетей, это тоже отлично подойдет, потому что если люди ищут это, например, в Яндексе, то, скорее всего, в соцсетях они тоже это будут читать. О чем вообще писать блоги в соцсетях? Вот, когда мы говорим про то, что есть разные форматы, разные темы, и все можно упихать в некоторое направление. Вот на этом слайде я его делаю просто вот из презентации в презентацию практически. Здесь 25, если я не ошибаюсь, 25 было вариантов, как вы можете, собственно, коммуницировать с вашими читателями, с теми, с кем вы вообще взаимодействуете. Вот такие прекрасные слайды. Вы можете делать и обзор услуг, и сравнение между собой, и сравнивать с конкурентами. Можете, например, делать какие-то тест-драйвы или там примеры до-после. Можете публиковать новости компании, интересные факты, календарные даты, истории компании, поздравлять своих, предположим, докторов, водителей с днями рождения, с днем медработника или там кто у вас, если, например, попадает, да, если у кого есть именно медицинская направленность. Соответственно, информировать об отресливых мероприятиях, потому что сейчас, конечно, выставок нет, но в целом, ну, весна и осень, например, это глобальные сезоны выставочные, когда происходит куча таких именно выставок красоты, да, вот я помню, например, как все такие, мы там идем на Интершарм. Отлично, если вы вдруг идете на Интершарм, почему бы вам не наделать много фотографий, не сделать к ним много подписей, вы обеспечите просто свои социальные сети, свой сайт контентом просто на неделю и на месяц даже можете обеспечить, если вы просто хорошо обойдете и сделаете такие классные обзоры, например, да, понятно, что у вас происходят какие-то отраслевые новости, происходят исследования, то есть постоянно, тем более косметология, это такая вещь, например, где просто никогда не прекращается, ищут постоянно что-то новое, выпускают каждый год новые линейки, естественно, есть о чем написать, всегда есть какой-то материал для инфографики, опять же, если это интересно, да, проводите какие-то исследования, что-то, можно это всегда, собственно, об этом сообщить. Если готовы в тех же социальных сетях ответы на частые вопросы, проведение открытых консультаций, тоже классная штука. Вот мы с Жерманом Дикапучини, вот опять же, буквально несколько дней назад проводили в Инстаграм, собственно, прямую трансляцию совместную, опять же, если есть возможность привлечь своих специалистов, можно, например, собирать вопросы к специалисту, чтобы он потом ответил в прямом эфире, предположим, да, а можно, наоборот, отвечать вам, как рубрику сделать, то есть это, например, еженедельная рубрика, ответы эксперта, там, какого-то дерматолога, косметолога, предположим, да, на какие-то вопросы, которые будут поступать. То есть, естественно, это на первом этапе придется немножко так педалировать, то есть немножко как бы продвигать, потому что людям еще непонятно, они еще не привыкли, но в целом, когда у вас набирается определенное число лояльных подписчиков, вам же это интересно, они получают консультацию, не выходя из дома. То есть, ваша задача, чтобы те, кому такая консультация нужна, просто и вас увидел. И на это как раз работают игры, конкурсы, викторины, потому что даже если вот когда говорят, вот мы серьезные люди, нам вообще это все не подходит, то это прежде всего для того, чтобы повысить увлеченность ваших читателей. Любой конкурс, он направлен не только на то, чтобы срочно кого-то привлечь, когда, потому что говорят, вот эти конкурсы, упомяни кого-то, сделай там какой-то там непонятный репост, лайк там что-нибудь. Да, это все, с одной стороны, конечно, да, вот такие вещи, например, когда мы даем какой-то приз, особенно приз такой достаточно ценный для всех, мы привлекаем значительное количество так называемых халявщиков, да, которые, то есть люди, которые участвуют в фокусах исключительно ради призов. Это, естественно, это всегда такое будет. С другой стороны, если вы выдаёте приз такой, который, например, не интересен никому, кроме действительно вашей аудитории и ваших подписчиков, то есть призом может быть какая-то глобальная скидка, предположим, да, такая, которая вот прям интересна действительно будет, не знаю, два по цене одной, 50 процентов, например, из ваших, я думаю, подписчиков, из ваших реальных клиентов будет интересно всем. При этом, соответственно, вы не получаете никаких вот этих внешних непонятных сторонних людей и можете просто вовлекать тех, кто действительно с вами хорошо взаимодействует, просто потому, что каждый раз, когда человек что-то комментирует, каждый раз, когда он ставит лайк, каждый раз, когда он отвечает на какой-то вопрос викторины, да даже просто когда он просматривает ваш пост, он просто хотя бы его открывает, он показывает в системе умных лент о том, что он заинтересован. Соответственно, на какое-то время эта система вам повышает приоритет, то есть он вас будет влеть и видеть чаще. Поэтому все вот такие развлекательные вещи, это прежде всего не для них, это прежде всего для вас, для того, чтобы вы могли совершенно бесплатно оказаться в ленте, чуть более видимыми, чем, скажем так, в обычном состоянии. Итак, а где вообще брать темы? Вот это глобальный вопрос, который относится всегда вот ко всем контентным материалам, потому что рано или поздно любой нормальный человек, у него просто заканчивается фантазия, у него заканчивается вот это вот буйство, да, и писать о том, что происходит в жизни, можно только в личном блоге, только когда пишешь про себя, что-то постоянно происходит, и просто находятся темы и такие жизни, да. А когда мы говорим про такие бизнес-блоги, про то, что мы пишем какие-то профессиональные вопросы, рано или поздно темы заканчиваются. Поэтому можно воспользоваться такими способами расширения, углубления и, собственно, передвижения от прошлого в будущее и обратно. То есть если мы берем, например, продукт антивозрастной крем для лица, какой-то совершенно рандомный, да, то есть я не говорю сейчас про какой-то конкретный продукт из линейки, например, да, хотя, наверное, вот коллеги могли бы привести пример, но просто вот пускай какой-то, да. То есть понятно, что исходя из, вот, отталкиваясь от этого продукта, мы можем расширить все, да, то есть мы можем уйти в какие-то смежные темы. У нас могут быть другие продукты для лица, то есть, например, не антивозрастные, точнее, там, не антивозрастные продукты и вообще не, там, например, для глаз, положим, да, для кожи вокруг глаз или, например, можем пройтись по сопутствующим каким-то там сыворотным тоникам и так далее, да, то есть у нас могут быть другие именно антивозрастные продукты. То есть у нас могут быть другие линейки компании вообще и может быть, в конце концов, косметика и косметология в целом какие-то, Как мы уже говорили, новое исследование, что-то там произошло, что-то открыли, как-то это все работает, да, такие вот вещи, то есть ширина у нас вообще на самом деле огромная. То есть направление второе, ищем темы в глубину, то есть мы можем любой наш продукт фактически разобрать на составляющие, мы можем описать методы получения, например, составляющих веществ, да, опять же сейчас очень важно становиться аутотичность, потому что, например, у некоторых там появляется, да, а вот этичны ли ваши продукты, да, то есть если, например, вдруг они этичны, то стоит об этом упомянуть, или если нет, то наоборот эту тему как бы не затрагивать, либо описать, что вот это действительно там получается каким-то таким вот определенным образом, потому что вот так. И, соответственно, можем описать действия, можем описывать заменители, в конце концов, можем описывать стоимость, и здесь у нас тоже куча тем для разговора. И, соответственно, третье направление – это было и стало. То есть вот эти все тенденции будущего, все новинки, которые, собственно, что нас ждет через 10 лет, как мы будем прекрасно ухаживать за лицом в ближайшем буквально будущем, новые разработки, новые уходовые средства, новые текстуры, новые консистенции, новые способы доставки, это все, например, позже и так далее, да, и, соответственно, примеры из прошлого, а что там было вообще раньше. А раньше-то помните, как было? То есть вот этот, как сказать, контраст того, что было, того, что стало, того, что будет, да, это, в общем, очень классная штука. Что было раньше, что есть сейчас, да, тоже вот такие варианты, например, можно раскидать. То есть вы фактически из одного продукта вот таким образом можете порядка 10 тем набросать сразу, даже вот особо не задумываясь. Если у вас, например, продуктов, скажем так, 10 штук, да, в доступе, то вы просто, сев и исходя из каждого из них, вы можете просто набросать огромное количество тем, которые будут именно просто даже про продукты. Это мы еще не касаемся того, что есть еще про вашу организацию, есть еще про смежные какие-то вещи, про отраслевые мероприятия. Ну, то есть вариантов на самом деле у вас масса. Когда вы набросали вот эти вот все темы, вы тоже можете заметить, что у вас есть такие вещи, которые мало кому интересны, и есть вещи, которые интересны, ну, достаточно большому количеству людей. Здесь, опять же, хорошо работает контентная матрица. В данном случае она взята с сайта MadCats просто как пример, и она, в принципе, относилась к техническим средствам. Поэтому, если, например, вы занимаетесь в аппаратных, например, методиках, вот можно отсюда как раз взять кусочек, что-то для себя. Потому что матрица фактически, она может быть замешана как вам просто, как вам больше нравится. Вы можете сочетать горизонтали и вертикали любым удобным для вас способом, и делайте это для того, чтобы у вас появлялись не просто новые темы, а чтобы вы понимали, какая цель у вас в каждом контентном взаимодействии присутствует. То есть в данном случае, например, если мы говорим про какие-то аппараты, предположим, вот мы можем, в частности, вот конкретно те, кто делал матрицу, они поделили вот так, что есть случайный посетитель, сомневающийся клиент, есть постоянный покупатель, недовольный покупатель, есть, собственно, адвокат бренда, тот, который довольный и всем рекомендует. И о чем они хотят с ним говорить, например, вот есть тоже несколько примеров, о чем они готовы говорить. И, соответственно, под каждый сегмент клиента, находящегося вот на пути потребителя, они каждую новую тему поворачивают под своим углом. То есть если пишут о бренде, говорят, что для случайного потребителя мы просто информируем, что мы существуем, например, а для сомневающегося клиента, который еще пока размышляет, мы ему сообщаем не просто мы существуем, а мы номер один в регионе. А, например, для постоянного покупателя мы напоминаем о том, что мы делаем вот что-то такое. А для недовольного покупателя мы можем предложить что-то другое. Ну и, соответственно, для адвоката бренда мы можем сделать что-то такое уже более эмоциональное, чтобы он радовался вместе с нами. Потому что он адвокат бренда, он уже рад с нами взаимодействовать, он у нас постоянно заказывает, и мы ему своим, например, постом, что мы номер один с тремя восклицательными знаками, мы подчеркиваем то, что мы действительно классные, что он с нами не зря, то есть он получает подтверждение тому, что не зря он вообще с нами, собственно говоря, работает. Ну и, соответственно, вот то же самое про конкурентов, про сферу, то есть каждому сегменту потребителя можно один и тот же контент, одну и ту же информацию подавать под, скажем так, разными углами. Зачем нужна вообще контентная матрица? Просто для того, чтобы вы смогли набросать, вот в данном случае, например, мы видим 25 тем. То есть какие-то из них могут, например, не подойти, какие-то из них вам могут показаться неудобными, неинтересными, но в целом из этих 25, наверное, 15 вы сможете оставить и перенести их, соответственно, в контент-план, собственно, себе в календарик, и сможете их впоследствии использовать, правильно их замешивать. То есть если сделать много разных матриц, у вас могут быть сегменты, например, в частности вот здесь, да, вот это случайный посетитель, сомневающийся клиент и так далее. Например, если вы занимаетесь кремом, вы можете поделить на сегменты по возрастам до 25, 25, 35, 35, 45 и так далее, например, да, и, соответственно, рассказывать можете о разных линейках, у вас уже получится отдельная матрица. А в другой матрице, например, вы можете рассказывать уже не о линейках, а о чем-то еще, что, например, интересует вот этих женщин, да. То есть если у вас есть другой продукт, предположим, можете рассказать о нем, сделать для него вторую матрицу, у вас будет в два раза больше тем для сообщений. Соответственно, если вы занимаетесь, предположим, стрижками, прическами, да, у вас могут быть, опять же, разные сегменты клиентов и разные запросы. То есть у вас, может быть, например, вы можете поговорить о стрижках, о покраске, о наращивании и так далее. И, соответственно, под каждый сегмент у вас могут быть свои собственные варианты тем. Понятно, что кто-то стрижется просто регулярно раз в месяц, да, а кто-то решил делать, там, не знаю, укладку в свадьбе. Соответственно, у них, естественно, им разные интересуют, интересуют разные вопросы, разные темы. Они будут разные от вас ждать, поэтому, соответственно, замешивайте это все в матрице. Смотрите, замешивайте это все в календарный план, и вот у вас уже контент готов, да. То есть вы можете, благодаря вот таким простым достаточно вещам, создать контент на месяц, на два, на три, без особых усилий. А потом, когда прошло месяц, два, три, и вы смотрите результат, вы можете выделить определенный такой вечно зеленый контент, который всегда хорошо работает и по-хорошему вообще вот, да, через примерно полгода, особенно в соцсетях. В соцсетях никто на полгода назад к вам не полезет, никто не будет откручивать назад вот эти вот полугодовые вещи. Поэтому вы, в принципе, можете любой контент, который хорошо зашел, например, полгода назад, если вы видите, что действительно у вас классные показатели, вы можете посмотреть, актуален ли он сейчас, если он актуален, собственно, поставить его в план и заново его опубликовать, возможно, что-то, конечно, поменяв там какие-то даты и так далее, там, формулировки. Но при этом хороший контент, вы можете просто его дать ему вторую жизнь, просто для того, чтобы он привлек вам еще раз людей так же хорошо. Опять же, если он актуален, понятно, что если он соответствует в данном случае тем же тенденциям, которым соответствовало какое-то время назад. То есть, на самом деле, это вот такая стандартная практика того, чтобы контент, который когда-то у вас появился, не устаревал, а вы его периодически перелицовывая, пускали снова в жизнь. И хотелось бы сказать именно про многоразовый контент, что вообще в идеале, да, вот когда говорят, а вот мы будем продвигаться бесплатно, вот контент, мы там будем что-нибудь писать, и будет у нас все дешево, мы не будем платить за рекламу, мы сейчас просто наделаем контент, и у нас все классно пойдет. На самом деле, вот, во-первых, бесплатного ничего не существует. Если мы говорим, что вы будете писать контент, например, да, стоимость контента равна стоимости, собственно, дохода сотрудника, который его писал. То есть, если у вас есть какой-то маркетолог или пиарщик, который пишет вот эти вот постики, да, то если вот он день писал, например, статью, эта статья, вот день, его дневная зарплата, стоимость этой статьи. То есть, по-любому, как бы вам не казалось, что это будет совсем бесплатно, это не совсем бесплатно. Если вы лично, самостоятельно, например, как руководитель, предположим, пишете, это стоимость вашей работы фактически, да, то есть почему на самом деле контент очень часто стоит действительно кому-то делегировать, давать фрилансерам, давать копирайтерам, давать вообще куда-то на аутсорс, просто потому что, если бы так вот посчитать, сколько времени занимает собственный труд или труд какого-то высококвалифицированного сотрудника и посчитать, за сколько это делает, например, фрилансер, сидя дома, да, то фрилансер очень часто выигрывает. Просто я, например, как человек, который пишет много статей, могу сказать, что для СМИ, если, например, статья просто текстовая, совсем, да, там, то есть ничего нет, то минимальный срок, вот если бы сел и встал, это 4 часа. То есть это просто минимально, если вот сел, собрался и написал, например, статью, например, на 1015 знаков. То есть я пишу быстро, и, в принципе, если у меня есть о чем сказать, я могу это уложить 4 часа. Но это очень сложно. То есть обычно это как минимум полтора дня работы, пока нужно как бы настроиться, войти в тему, сделать какой-то набросок, да, это все расписать и так далее. То есть, ну, представляете, да, полтора-два дня времени на статью. А если мы говорим про, например, статью с инфографикой, с таблицами, с данными, то есть про анализ рынка, это 3 дня и далее. То есть понимаете, да, как бы стоимость как бы статьи, хотя она может как бы считаться, как казалось бы, бесплатно, она все равно включает определенное время, которое вы могли бы делать что-то другое, и, возможно, вы могли в это время развивать бизнес, работать с клиентами или там делать что-то еще полезное, да, а вы, например, писали какой-то контент. Поэтому здесь очень хочется, чтобы контент, если он уже один раз был создан и один раз он был подготовлен, оставался с вами надолго, чтобы он не покидал вас насовсем, да, чтобы вы его не просто куда-то сунули в СМИ, например, да, один раз вот сорвали какие-то аплодисменты и порадовались. То есть нет, его нужно точно так же, его нужно распространять, его нужно выводить в мир, чтобы то, что вы уже один раз произвели, оно приносило какие-то плоды достаточно долгое время. Особенно это касается чего? Когда вы делаете, например, видеоконтент, вы снимаете видео для постов в соцсетях, вы снимаете видео для сайта, снимаете его для канала на YouTube, снимаете для каких-то, например, мероприятий, предположим, да, то есть если у вас что-то где-то крутится, ролики, например, его в любом случае можно обычно распространить несколько раз. То есть для примера, если у нас есть внешняя площадка, то есть это может быть СМИ, это может быть партнерский блок, на внешнем ресурсе где-то мы написали, да, то есть есть вот такие и маркетинговые, и айтишные ресурсы, но наверняка есть ресурсы. И сфера красоты не могу сейчас, к сожалению, на память привести, но наверняка есть, опять же, такие же ресурсы, в которых просто люди интересуются, люди пишут, то есть это действительно такие площадки для обмена мнениями. Если вы записали вебинар, записали прямую трансляцию, все это тоже является контентом, все это может быть выгружено в виде файла, сохранено и куда-то, например, размещено. Итак, если вы что-то, например, зафиксировали где-то, да, на внешней площадке, это нужно разместить на своем сайте. То есть если вы этого не делаете, оно остается только на внешней площадке, и хорошо бы, да, чтобы, например, люди к вам пришли туда, тогда вам нужно разогнать эту внешнюю площадку. То есть когда мы говорим про, например, семинары, вебинары, если вы вдруг вебинар провели, и он просто остался, например, где-то вот в самой системе, это, конечно, очень грустно, потому что в системе, кроме участников вебинара, его никто никогда не увидит. То есть вот если вы будете смотреть в записи как раз по ссылке вебинары вот предыдущие наши с Жерман Дикополучения, вы увидите, что они висят на YouTube-канале группы компании «Спортный Дик». То есть, соответственно, вебинар прошел, он не просто осел где-то, да, а он появился на канале. Естественно, с каналом тоже стоит работать, писать какие-то тезисы, возможно, описания, просто для того, чтобы люди, которые заходят посмотреть вебинар, получали какую-то информацию. Опять же, если, например, есть возможность встраивания видео, если есть разрешение от обладателя, и, соответственно, тем более, если это ваше видео, вы его можете разместить у себя на сайте в своем материале, в своей статье. Это вам даст дополнительные преференции от того же Google. Вы знаете, наверное, что YouTube – это фактически тот же Google. Соответственно, все ролики, когда они взаимодействуют с сайтом, передают немножечко плюсиков корма сайта. Соответственно, если вы встраиваете свои ролики с YouTube-канала на свой сайт, в свои блоговые записи, вы немножечко получаете себе дополнительных преференций от Google. Вот такая вот штучка. И наоборот, если вы, например, у себя опубликовали новость или пресс-релиз, и хотите ее распространить, то очень неплохо бывает с хорошими пресс-релизами, с интересными заходить на внешние площадки в СМИ, в партнерские блоги, да, то есть есть такие агрегаторы пресс-релизов, которые, в принципе, собирают пресс-релизы. Такая система тоже существует, то есть в обратном порядке сначала публикуем у себя, потом у других. Но всегда интересно, когда вы не просто опубликовали, и оно где-то там ушло вниз, да, а просто, чтобы это действительно этим поделились. Но кроме этого, что вы еще можете сделать? Вы можете контент разместить в email-рассылке. То есть если вы со своими клиентами, со своими потребителями взаимодействуете близко, у вас есть они в данные, у вас есть их email-адреса, почему бы не послать полезный контент. Например, вот такой же вебинар, предположим, да, если вы провели у себя на площадке какой-то вебинар полезный, вы можете точно так же этим вебинаром поделиться с людьми, которые у вас где-то в базе есть. Ну, если, конечно, они у вас в базе, они отдали разрешение на получение от вас писем, им может быть полезно, интересно, почему бы им, собственно, об этом не сообщить. Более того, если у вас, например, вышел не вебинар, а полезная статья, опять же, да, вы можете уже в рассылке играть какими-то вариантами. То есть вы в рассылке можете давать ссылку на свой сайт, что подчеркивает, да, что вот у вас на сайте размещена классная статья, то есть как обычно, да, можете давать ссылку на сайт партнера. То есть если вас разместили в классном СМИ, в каком-нибудь, не знаю, в Форбсе вы дали комментарий, предположим, да, вот ваш руководитель дал комментарий, например, да, и вы даете ссылку из рассылки, сразу вы читаете в рассылке. Угу, а не в Форбсе комментарий дают, между прочим. Понимаете, да, то есть это уже в зависимости от вашей цели, от того, что вы хотите, собственно, этим контентом показать, вы можете по-разному влиять на, скажем так, мы. Ну, опять же, если у вас полезная статья, предположим, вышла, получился какой-то чек-лист, получилось что-то интересное, вы можете это дать вообще под закачку. И опять же в вашей рассылке сделать определенную формочку, что, ребята, переходите, скачивайте PDF-чик, пользуйтесь. Можете, например, сделать и так. Вы можете, во-первых, отследить, кто перешел, скачал, можете собрать с них еще какие-то данные дополнительно, да, и то есть это такой способ познакомиться с вашими же подписчиками, углубить отношения, возможно, вы как раз соберете новые данные под, собственно, вот этот вот, как сказать, под этим соусом, да, то есть вы даете человеку полезность, вы его используете практически как такой, даже не летмагнит, потому что вы уже с этими людьми знакомы, но как повод к дополнительному укреплению отношений. Что еще вы можете сделать? Естественно, вы можете контакт разместить в соцсетях. То есть понятно, что можно его разместить сразу целиком, огромную, например, статью. Вот ВКонтакте любят, например, классные статьи, огромные, да, вот им это очень нравятся. А можно взять статью, порезать ее, например, на пять постов, и вы в течение недели, предположим, делаете вот, например, неделю у вас уходы за лицом, да, и вот вы обеспечены контентом на пять дней, предположим, да, и вы делаете какие-то пошаговые такие публикации, это, соответственно, может быть тоже интересно. Опять же, видео. Если у вас есть видео, вы можете встроить YouTube-видео в ваш, например, ВКонтакте или Facebook, а можете залить его туда целиком. То есть если у вас небольшие видео, например, небольшие кусочки, его можно заливать и в Instagram даже, если желание, опять же, в зависимости от того, что за контент вы произвели, но вы можете его распространить в социальных сетях, и когда вы заливаете видео, просто лучше охваты получаются. То есть тут уже немножко другое одно дело, когда вы делаете репост с YouTube, и совсем другое дело, когда вы заливаете видео к себе. Это немножко повышает ваши позиции, поэтому, соответственно, заливать тоже видео хорошо. Но это еще тоже не все, потому что понятно, что если мы сделали какой-то пост, мы его всегда можем продвинуть. Мы можем поделиться нашим контентом с максимальным количеством людей, поставить его на продвижение, пускай, но не очень дорогое, но, по крайней мере, мы можем просто вот этой широкой ковровой бомбардировкой охватить максимум, в общем-то, людей, которые могут быть этим заинтересованы. Опять же, это еще не все. Если вы сделали полезное видео, если вы написали полезный чек-лист, какую-то классную статью и так далее, да, вот очень она вам нравится, она очень актуальна, вы ее можете использовать именно как гид-магнит, как ролик контента, предположим, да, включить в какие-то подборки. То есть, если вы, например, записали 10 видео с ответами на вопросы, скажем так, ваших читателей в социальной сети, вы можете их собрать и сделать из них, например, подборку материалов по определенному вопросу. Почему бы и нет, да, человек, вот у него есть какая-то проблема, предположим, там, сухость кожи, да, вы ее рассмотрели 10 раз с 10 разных сторон, да, то есть вот он где-то будет в соцсетях искать, будет на вашем сайте, ему тоже будет сложно искать, он же не знает. Если вы не поставили дополнительные ссылки, он не знает, что у вас есть еще 9 кусочков, например, да, и то же самое, если канал не попал на видео, если вы его не объединили в плейлист, он может об этом не узнать. Поэтому все желательно объединять в подборке, чтобы человек мог найти. И опять же, седьмым пунктом, если вы готовы к дальнейшему продвижению, вы такую подборку всегда можете автоматизировать. Есть такое понятие, как авторассылки, как разные автоворонки, да, то есть если человек у вас на что-то подписался, он может попасть вот в такой вот ключик в начальное письмо автоворонки, и ему, например, может быть, сталкивались сейчас вот инфобизнес, любят такие рассылки делать, например, да, каждый день, предположим, вам приходит имейл с каким-то кусочком текста, с видео и так далее. То есть вам ничего не мешает из вашего контента сделать вот такую же штуку и использовать ее можно как welcome-контент, когда человек только подписался на вашу рассылку, вы ему несколько дней присылаете, например, такие вещи, да, чтобы он читал, чтобы он был интересным, полезным, и сразу уже какое-то доверие вам испытывал. Можно сделать просто уже для существующих клиентов. То есть если у вас уже есть люди, которые подписаны на вас в соцсетях, и вы хотите для того, чтобы они стали поактивнее, как-то они подогрелись и так далее, с вами лучше стали взаимодействовать, сделать для них такую обучающую как бы воронку. Пускай она будет бесплатная, но человек будет получать себе, например, нахочет вот такие вот вещи. Причем сами видео могут быть, конечно же, открытыми, они могут быть на вашем канале, на вашем сайте, вообще где угодно. Просто их искать сложно, а ценность этой автоворонки становится в том, что человек последовательно получает в одном и том же месте, в удобном для него канале взаимодействия, он получает нужную ему информацию. Такая вот классная штука получается. Ну, на этом вот, наверное, все. Я как раз вот уложилась. Буквально вот три минуты у нас осталось. Давайте, если есть какие-то вопросы, прям быстро на них ответим. Что-то такое осталось, что я еще забыла сказать, или вам бы хотелось, чтобы я что-нибудь сказала, а я обошла это пониманием. Да, опять клянулась к вам. Да, вопросов я не вижу, поэтому, наверное, наверное, все все хорошо, и все как минимум есть о чем подумать. И все. Да, друзья мои, обязательно задавайте вопросы, если они появятся у вас позже, да, пишите или наши аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте, пожалуйста, пишите в директ, и мы обязательно или перешлю Манни, или как-то вы сами можете с ней связаться, да, и мы готовы взаимодействовать дальше. Вот, большое спасибо, Анна, за сегодня такой подробный, как всегда, вебинар, да, как в прошлый раз. Вот, еще раз рекомендую посмотреть предыдущий вебинар, тогда у вас сложится все в единую картинку, да, каким образом мы должны взаимодействие с нашим клиентом осуществлять в онлайн-пространстве. Вот, ссылки готовы прислать, наш IT-директор прислал ссылку на площадку вебинаров с прошлым вебинаром, но этот вебинар есть и на Ютьюбе. Вы получите ссылку на этот вебинар, который сегодня мы проводили для вас, и, конечно, мы тоже его выложим на Ютьюб, поэтому, пожалуйста, достаточно сложная тема, да, и, конечно, нужно будет пересмотреть, и welcome, пожалуйста, по ссылкам мы все записываем. На этом я с вами прощаюсь, спасибо всем за внимание, спасибо, Елена, до свидания. Спасибо большое, Анна, да, а я хочу пригласить на следующий вебинар из серии антикризисных вебинаров, он пройдет у нас 23 июня. Хочу напомнить, что вебинар проводит Ирина Шаршина, которую мы уже много взаимодействовали, и два вебинара мы уже провели. Мы рассмотрели вопросы, каким образом мы делаем аудит своей клиентской базы, так, что-то у меня с интернетом, я надеюсь, что вы меня слышите, да, вот, каким образом мы взаимодействуем со своей клиентской базой, каким образом мы делаем этот аудит. На прошлом вебинаре мы рассказывали про продающую презентацию, каким образом можно ее построить для того, чтобы ваш клиент купил и услугу, и товар, конечно, продукт для ухода дома. А на следующем вебинаре мы поговорим о очень важном вопросе, это возражение клиентов, как хороший способ продавать. Поэтому приглашаем вас обязательно, следите за графиком наших вебинаров, они не только бизнес-направление, хотя это очень важно сейчас, но и по продуктам у нас очень много вебинаров. Большое спасибо за внимание, ждем вас снова у нас в гостях.